Вначале ознакомимся с протокольной частью, а затем я вам уже расскажу, что, где и как. Итак, команда футбольного клуба очень опасна. Вы видели, как опасна? Просто-напросто подъемом Фомие бил, но он находился боком, понимаете? И получился такой парашютик на дальнюю девятку. И вы видите, я не успел еще представить Дмитрия Гущенко ценой собственной травмы. Насколько это серьезно, мы с вами еще увидим. Сумел, сумел, вы видели, вытащить этот мяч. Да, друзья, первый момент, первый опасный момент и уже травма. Если так пойдет дальше, мы можем констатировать, что игра сегодня будет веселой. Благо, в Бресте нету снега. Погода футбольная сейчас плюс 3-4 градуса. Тепла, снега как не было, так и нет. Ну, великолепно, нету вопросов. Обещают только 1 декабря. Поэтому, надеюсь, нас ждет прекрасный футбол. Составы. Хозяева. Все в белом. Динамовцы Бреста. 64-й. Дмитрий Аснин. 13-й. Павел Назаренко. 4-й. Алексей Гаврилович. 22-й. Игорь Тиманюк. 97-й. Алексей Иванов. 23-й. Леандро Торрес. 8-й. Никита Букаткин. 17-й. Павел Седько. 88-й. Дмитрий Герман. Капитан команды. 77-й. Идриса Куяте. 20-й. Жоэль Фомие. Стартовая 11-ка наших гостей команды Витебска. В воротах. Дмитрий Гущенко. И он же капитанет. Номер 1-й. 4-й. Артем Скитов. 6-й. Михаил Бабичев. 10-й. Игорь Лисица. 13-й. Сергей Виноградов. 15-й. Артем Соловей. 17-й. Михаил Козлов. 19-й. Роман Волков. 23-й. Никита Наумов. 25-й. Олег Карамушка. 77-й. Кирилл Вергейчик. Главный тренер Сергей Ясинский. А у Брещан. И вы знаете об этом. И видели уже портрет на фан-трибуне. Это Сергей Ковальчук. Чуть позже мы с вами на этом остановимся. Итак. Встреча обещает быть веселой. Хотя бы потому, что командам терять нечего. Никто не займет у нас место в тройке призеров. Вы знаете уже все занято. И с другой стороны никто не вылетает из этих команд. В общем-то можно сказать, что Витебск вообще остается на шестом месте. Вообще это значит, что задача выполнена. Вы знаете и в различных телевизионных передачах. Сергей Ясинский констатировал, что шестое место. Спортивный принцип никто не отменял. Его команда хочет и обязана выиграть. Что случилось уже в предыдущем туре. В то же время команда «Динамовцев» Бреста еще сохраняет шансы при благоприятном стечении обстоятельств занять седьмое или восьмое место. Ну а сейчас мы с вами наблюдаем. Бабичев с мячом пытался в разрез. Романа Волкова отвоевывает у Павла Седько, у молодого Седько, да? 98-го года рождения. И вот сейчас уже левым флангом, скорее всего, или Артем Соловей, или Лисица там должны играть. Но я еще посмотрю и потом расстановку состава на сегодняшний матч у Витебска вам озвучу. Вы видите, было нарушение правил. Нет. Я смотрю за арбитром. Нет, арбитр не фиксирует. Кстати, я не назвал сегодняшнюю бригаду арбитров. Судят Сергей Цинкевича Засиповичей. Ему помогают Евгений Романов из Могилева и Дмитрий Жук из Минска. Сергей Стицурин четвертый рефери. И Георгий Вербицкий из Слонима. Он инспектирует сегодняшнюю встречу. Вчера играли дублеры. Боевая ничья 1-1. Надо сказать, что в первом тайме просто-напросто брещане задавили Витеблян. В первые 15 минут было штанги перекладины в количестве трех. Но даже здесь поговаривали, что мяч после удара в перекладину и в первом, во втором случае касался земли за линией. Ну, вы знаете, что у нас нет ни четвертого, ни пятого дополнительных арбитров среди дублеров. И знаете о том, что у нас нет системы, которая бы контролировалась. Нет у вас, но среди основных составов, что говорить о дублирующих. Ну, а во втором тайме оживилась команда Витебска. Внесли коррективы в их динамику, в их построение, в их состав. Плюс Иван Юрин был удален за вторую желтую карточку. И вы знаете, что Витебск забил ответный гол. И так встреча и завершилась 1-1. Каково будет сегодня, когда играют основные составы команд? Вы знаете о том, что Витебск набрал шикарный ход. Если посмотреть, то даже сама последняя встреча говорит о том, что Витебляне в прекрасной форме. Они выиграли 2-1 у чемпиона страны, у команды Батэ. 11 раз подряд Батэ становился чемпионом. И вот в этой заключительной игре можно говорить о том, что не было мотивации у Батэ. А с другой стороны, что Витебск хотел достичь желанное 6-е место, которое декларировалось в большой паузе чемпионата. И в играх, когда сборная играла, в мини-таких паузах о том, что надо занимать 6-е место. Ну и вы убедились о том, что команда мотивирована. Она заняла к сегодняшнему дню 6-е место. Я повторюсь, и с этого 6-го места команду никто не может сместить. Вот такая в целом ситуация у Витебска. На сегодняшний день после 29 игр 42 очка. Ближайший преследователь идет. Это Ислач имеет 38 очков. В принципе, как и Городея, да. Тоже 38 очков. Вот такой момент. И мы с вами понимаем. Фомие пытался на левом фланге прорваться. Не получилось, да. Не получилось. Удар-отворот. Так вот, вы знаете о том, что команда Витебска последние встречи выиграла. Лишь 16 октября в гостевом поединке со Слуцком уступили витебляне 1-2. Затем последовали победы. Причем победы, ну скажем так, вот многие из них с минимально пропущенными мячами. Так скажем. Вот с Нафтаном сыграли 22 октября. Выиграли дома 2-0. Затем поехали в гости к Граниту неделю спустя и победили 3-0. Затем дома одержали победу над Крумкачами 2-1. И я уже упоминал, в 29 туре одержали победу над чемпионом страны БАТЭ 2-1. То есть команда на ходу. Но вот Сергей Ясинский давал интервью клубному сайту и упомянул о том, что два фактора могут отразиться на сегодняшней встрече. Первое, это то, что в Минске, извините, в Витебске снег. И, соответственно, этот снег влияет на подготовку футболистов. Приходится очищать энергозатраты, психологические затраты. Ну а второй момент, то, что пропала мотивация. То, о чем мы с вами говорили. Вы знаете о том, что Витебск выполнил свою задачу. Его уже непоколебимое шестое место. И, соответственно, вопрос мотивации. Ну вот давайте и посмотрим вопрос мотивации. Удастся ли продемонстрировать в Витебску тот футбол, который он демонстрировал? И посмотрим. В то же время, если коснуться хозяев, динамовцев Бреста, вы знаете о том, что был шикарный спорт у Брещан сразу после начала второго круга. Правда, они потерпели поражение в Борисове. Но там были свои объективные причины. В курсе то, что играли в меньшинстве Брещане в проливной дождь. Но, тем не менее, проиграли тогда 2-0. Но затем последовали победы и над Витебском, и над Белшиной, и над Неманом 3 подряд. Ну а затем, сыграв с Ислычу 1-1, вроде бы показали, что не утратили пыл. Победили в Мозоре 4-1. Победили Торпеда. Но вот с Городея начинается спад. Сыграли 1-1. Хотя более чем тайм играли с преимуществом в одного игрока. Вот сейчас Торрес с мячом, вы с вами видите, делает перешагивание, забрасывает Герману. Но, но, но. Мяч ударяется о поле и выскакивает за пределы. Затем, вы знаете, что проигрыш был, наверное, вот ключевой промежуток 2-го октября и 15-го октября. Проигрыш Шахтеру, в общем-то, при неплохой игре 1-2. Это дома. И проигрыш Динамовца в Минске 1-2, но уже в гостях. Потом ничья безголевая со Слуцком, с Нафтаном уступили в Новополоцке 0-1. Но, на мой взгляд, ясно выиграли у Гранита 1-0. И вот существенный момент это Крумкачи. Почему существенный? Если бы только Брещани, а моменты были, и неплохая игра была, поверьте. Кто смотрел, видел эти моменты, были не то, что 100% моменты, 2 у того же Фомиен, но он их не реализовал. И выиграй, выиграй ту встречу Брещани, сейчас было бы просто сверхмотивированная, как одна, так и вторая команда. Получался бы разрыв в 3 очка, и все зависело от этой личной встречи, как бы сыграли Витебляне и Брещани. В общем-то, тот, кто побеждал и занимал бы, но там были бы нюансы, как сыграла бы и Городея. И сыграла, смотрим за этой встречей, нет, выбили, но подхватили Витебляне. Так вот, при нынешнем раскладе, если бы ситуация была бы такой, какой есть сейчас, количество очков по 38 у Ислыча и у Городея, то, конечно бы, игра тогда шла бы за шестое место между вот этими двумя коллективами. А так, вы видите, максимум, что могут достичь Брещани в этом поединке, это после ничьей в Минске с командой Крумкачи, это седьмое место. Сейчас Брещани находятся на девятом месте, я напоминаю вам, имея в активе 37 очков, 38 у команд Ислыча и Городея, которые сегодня встречаются. Городея в 16.00 играет с Батте, так что есть тоже интерес здесь, Брещани сразу не узнают, какое место займут. Сами они, лишь после встречи, Батте, Городея будет кое-что понятно. Ну и вы знаете о том, что Ислась сегодня встречается со Слуцком и гол! Да! Друзья, давайте смотрим. Вброс, как это все происходило, наверняка вы сейчас увидите в повторе. Просто идет заброс, проскакивает, выскакивает Гущенко, выскакивает Герман и легкий Герман взвивается в воздух и на полфазы, буквально на полсекунды успевает перепрыгнуть. Ближе он к мячу Дмитрия Гущенко и мяч по воздушной траектории пытался защитник достать. Судя по всему, это был Карамушка, но, но, но влетает в ворота и Брещане повели 1-0. Вы знаете, сегодня же, конечно, Брещане будут играть, я вот говорил о шестом, девятом месте, о мотивации. У Брещан будет мотивация. Брещане, последний матч перед своими болельщиками. Один плюс для того, чтобы выйти отмобилизованными и мотивированными. Во-вторых, сегодня они должны играть за своего тренера. Вы знаете, это последний матч Сергея Ковальчука в статусе главного тренера Брестского «Динамо». Он переходит на должность спортивного директора. В-третьих, я смотрю, нет, ничем не завершилась эта атака. В-третьих, это спортивная составляющая. Никто ее не отменял. И в-четвертых, в отличие от Витебска, у Брещан есть возможность занять место выше нынешнего, которое они занимают, выше девятого места. Вот такой мотивировочный расклад у Брестского «Динамо». А давайте не будем забывать, есть еще индивидуальные мотивировочные факторы. Я имею в виду, прежде всего, Фомие. Не шло у Джоэля, не шло и не шло долго. И вот сможет ли он сейчас поднять свой голевой задел и, возможно, вклиниться в тройку лидеров. Вот получится или нет, это другой вопрос. А я напомню вам, что лидирует Виталий Родионов, имея в активе 14 голов и деля пальму первенства с Гордийчуком с таким же количеством забитых голов. Дальше идет Вадим Демидович в его составе. Он наколотил 12 мячей. Затем Николай Януш 11 и вот лишь Джоэль Фомиа 10. Так вот, чем? Кто сказал, что Джоэль не может забить 2 или 3 мяча? Вполне может. Поэтому сам это понимает Джоэль и будет, естественно, стремиться поразить ворота Витеблян. Вот такая ситуация, такой расклад. Ну, естественно, мы можем представить, что команда Витебска – это мужская жесткая команда. Это команда, которой честь – это не просто голое слово. Я думаю, Сергей Есинский вполне в состоянии настроить и передать свои мужские качества своим подопечным. Поэтому, я думаю, будут бороться, будут упираться. Смотрите, Фомиа, удар! Да, друзья, продолжает мазать Фомиа. Но какое, вот то, что мы говорили, какое желание поразить ворота. Но давайте посмотрим, как дальше будет этот результативный нападающий проводить этот матч. Пожелаем ему удачи. Я имею в виду, прежде всего, Брестскую и Торсиду. Безусловно, меня не поддержат витебские болельщики или фаны. Только его желание, его мастерство на поле может показать, сумеет ли Фомиа сегодня отличиться. Дмитрий Аснин выходит, выбивает этот мяч. Вы знаете, если коснуться статистики сегодня играющих команд... Мельчат, мельчат, мельчат динамовцы. Вот сейчас хорошо! Прострел! Хорошо играют защитники, вы видели. Все прекрасно сами. И Карамушка спокойно отбил этот мяч. Мяч у Гущенко. Вводит он его в игру. А я пытаюсь, наблюдаю расстановку. Смотрите, какой классный пас. Мяч на правом фланге. Фомиа с мячом проходит. Простреливает. Удар! Да, друзья! Сто процентный момент у Дмитрия Германа. Мог сделать дубль. И вы видите, мяч срезается со щечки Дмитрия Германа. Шикарный момент, шикарная, молниеносная, как удар ножа, атака сейчас была на ворота наших гостей. Но техническое мастерство подвело Дмитрия. Не сумел он этот мяч, который шел по воздуху, направить в сетку ворот. Да, мы можем себе сейчас отметить прекрасный момент. Прекрасное, стопроцентное. Есть подходы, есть моменты. Это момент. Причем момент голевой, друзья. Фомиа, Фомиа ищет, ищет, ищет. Пытается еще один прострел. И угловой. Это уже Павел Назаренко правым флангом протиснулся, прорвался по правому флангу и навесил в штрафную. Угловой. Угловой подают футболисты Брестского Динамо. Поддерживает публика. Идет подача. Седько бьет. Нет. Но здесь хорошо играют на подборе брестские защитники. Седько с мячом. Что он сделает? Долго, долго, Павел. Взяли под контроль. Да, взяли под контроль этот мяч. Вы видите. Взял его Виноградов. И вот сейчас уже. Но сегодня, как я вижу, команда Витебск. Вы знаете, что в прошлое игру она выступала по схеме. Не будем здесь тавтологией заниматься. 4-1, 4-1. Сейчас вот, судя по всему, 4-2, 3-1. Вот здесь уже можно говорить, как и что. Дело в том, что... Ну, давайте посмотрим за этой атакой. Потом я уже вам о составах расстановки. Кто на каком краю играет, расскажу. Следует подача. Вы видите. Хорошо сейчас. Не стал сейчас рисковать Артем Скитов. И просто выбил этот мяч. Он находился спиной. Не видел, что творится. И поэтому к мячу идет Седько. Павел Седько. Вы знаете, что брещание по сравнению с предыдущим матчем. Сейчас левоногий Седько подает. И вот мяч уходящий. Вы видите, выпрыгивал. Выпрыгивал. Сейчас Куяте. Идриса Куяте. 77 номер. Я вам хочу сказать, классно он завис. Но чуть-чуть он выпрыгнул раньше. И когда мяч прилетел к нему, Идриса стал опускаться. Поэтому не получился удар по воротам. Акцентированный. Мяч лишь погладил голову, волосы Идрисы. Так вот, мы можем говорить о том, что сейчас ситуация выглядит таким образом. Справа играет линия защиты. Но Гущенко вы уже знаете, слышали. Когда по первым еще до объявления состава, по первым минутам, когда прекрасно сыграл Гущенко, вытащил такой парашютик из своей правой девятки. Вот опасно. Смотрите, как опасно. Волков с мячом, Роман, пытался обыграть, но не было скорости у него. Тем не менее, мяч остается у Витеблян. Следует атака. Удар! Рядом со штангой. Но, скажем так, честно, не был это акцентированный удар. Поэтому контролировал ситуацию Дмитрий Асинин. В случае попадания даже в ворота он успевал этот мяч перехватить. Так вот, по краям играют справа Артем Скитов, четвертый номер, Игорь Лисица, десятый, на левом фланге, в центре Олег Карамушка, двадцать пятый, Никита Наумов. Два опорника, это семнадцатый номер, Михаил Козлов чуть выше играет, его тезка Бабичев под шестым номером, я уже сказал Никита под семнадцатым. И здесь мы видим Соловья Артема, пятнадцатого, на левом фланге, Кирилла Вергейчика, семьдесят седьмого, на правом, Виноградов, тринадцатый номер, он так вот в центре играет. И Роман Волков, девятнадцатый, на острие. Вот такой расклад, как я вот вижу сейчас по игре, у Витебска. В то же время, касательно расстановки Брещан, ничего существенного не произошло. Вы, наверное, уже привыкли, та же голландская схема, 4-3-3, да, перевернутые два треугольника, верхним окончанием опущенные вниз. Не поняли, Ситько и Герман, получается шустрый Герман, все сам себе сделал, ай-яй-яй, классно, кто же первый будет у мяча, заброс, смотрите, как классно. Да, было положение вне игры, я абсолютно согласен с рефери, стопроцентное положение вне игры. Никто не спорит, все прекрасно понимают и все все видели. Недовольных на трибунах и среди футболистов нет. Точно так же и мы с вами это зафиксировали. Так вот, быстренько пробежимся по Брестскому составу. Дмитрий Аснин, 64-й в воротах, справа Назаренко, Павел 13-й и Иванов, Алексей 97-й в центре. Смотрите, как опасно, смотрите, удар! И что же, что же показывают на угловой, да, значит, кто-то из защитников подставил ногу. Стопроцентный опасный момент, смотрите, это был Козлов, что он там делал. Да, нет, это Кирилл Вергейчик, я перепутал, 77-й и 17-й, плохо было видно. Вергейчик развернулся, парень мощный, Кирилл. В общем-то, такая мельница своеобразная у него получилась и нанес удар. Да, защитники помогли. Дмитрий Аснин выбивает, и что же, и нарушение правила, и Брещане выбивают этот мяч. Так вот, друзья, Тиманюк, 22-й, Гаврилович, закончу в центре защиты, 22-й, 4-й. Никита Буткаткин над ними, 8-й номер. Справа от Никиты играет Леандр Торрес, 23-й. Павел Седько, вы уже видели, он активничал, 17-й номер на левом фланге. И тройка-то нападения. Чуть ниже в центре это Куэте, 77-й номер. На правом Джоэль Фамие, 20-й, да. А слева отличившийся в этом уже матче и мог отличиться еще раз. Это Дмитрий Герман. Капитанит он сегодня, Дмитрий. И вы знаете, все у него срастается. Идет прострел низом, но вы видели, не нашел адресата. Не нашла адресата эта передача. А вот здесь левым флангом, вы знаете, на левом фланге, на мой взгляд, он должен быть более опасным. Там играет под 15-м номером воспитанник Брещен и Береза, да, Артем Соловей. Вы знаете, брат его играл в наших рядах тоже. Плюс там же такой же быстроходный. Мы помним еще и по другим клубам. Игорь Лисица под 10-м номером тоже может баражировать левую бровку. И я еще напомню результативный Роман Волков, нападающий на 19-й номер, куда передачи с левого фланга могут идти и находить этого острого нападающего. Вот такая ситуация, поэтому смотрим за игрой. Для полноты картины я хочу вам сказать, что вы знаете, что первый матч завершился в Витебске в 15-м туре победы Витеблян 1-0. Но также состоялись вообще, если брать взаимоотношения этих команд, сегодня 42-я встреча. А так, в общем-то, общий итог выглядит 17 побед у Брещан на 16 у Витеблян, 8 ничьих, 57 на 49 мячи. А вот на поле Брещан более существенное преимущество команды Динамо 11 побед против 5 и 4 ничьих. Разница мячей 39 на 19. Вот сумеют ли хозяева с юга одолеть гостей с севера? Сумеют ли динамовцы одержать победу над Витебском? Ну, в общем-то, ладно, оставим еще статистику и расскажу я вам о первых встречах этих команд, но чуть-чуть попозже. Сейчас вы видите, да, зря они остались. Удар следует. И что же, 2-0, друзья! Вот это да! Неужели это Никита Букаткин? Тот, который говорил, что делаю все, но это не самоцель моя. Да, 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 да. 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 Нет, это Павел Ситько. Павел Ситько поздравляет его Букаткин. Вы наверняка смотрели интервью Никиты, когда последовал вопрос, хочет ли он играть с Ситько. Вот он вначале перефразировал фразу о том, что, ну, это хочет ли со мной Ситько играть. Юмор. Молодец, Никита. Но и в то же время он сказал, отличный молодой парень, даже назвал Иваныч, да, его. И все будет прекрасно. Почему бы и нет? И вот подтверждение вы видели. Низом. Очень неприятный удар для вратаря, понимаете? Ногой. Почему? Ногой он не достает, кипер. А руками это надо сложиться, это надо вытянуться, это надо оттолкнуться и прыгнуть. И надо успеть еще прыгнуть, опуститься к земле, чтобы вытянуть этой рукой. Это время, друзья. 2-0 брещане ведут. Вы чувствуете, какой настрой, какой боевой, молодецкий дух демонстрирует футбольный клуб Динамо Брест. Да, сегодня прекрасно смотрится игра, и я бы не сказал, что Витебск в данном случае просто приехал с опущенными крыльями. Нет, вспомните, вспомните Кирилла Вергейчика буквально 2-3 минуты назад. Другое дело, что защитники сумели этот удар перевести на угловой. Да, ждет нас веселый футбол, но мы с вами уже это поняли. По первому удару Фомие, когда он пытался просто парашютом найти дальнюю девятку ворот Гущенко. Интересно, очень интересно. Футбол сегодня не осенний, футбол летний однозначно. Итак, Павел Ситько подает, опять такой же неспешный. Вот чем характеризуется и почему не успел в том моменте? Да. На мой взгляд, не хватило, просто не хватило Торосу сейчас резкости. Не знаю, как-то он мягко прокинул мяч, не поставил корпус. Высунутая нога и мяч выбит, и пошла контратака. Я вспоминаю просто летнего Тороса, ну это вы что, резкость, скорость, быстрота. Он просто-напросто несся, как на парусах. Сейчас этого не видно. Не знаю, с чем это связано. Итак, и так, так вот, возвращаясь к тому моменту, Павел Ситько, он подает у него... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Лишнее это все было, друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Отошли от футбола, внесли такую импровизационную нотку, чтобы вам, дорогие и уважаемые зрители, не было скучно и продолжим следить за сегодняшней встречей! Напоминаю, что идет 38 минута и вы сами видите на своих мониторах. И 2-0, 2-0. Удары двух игроков команды Брестского Динамо. В самом начале это сделал Дмитрий Герман. Да, именно он в борьбе с вратарем, с Дмитрием Гущенко, сумел его перевисеть, опередить. Это на 16-й минуте произошло. Сумел отличиться. Но затем уже на 30-й минуте такой бильярдный, назовем его так, удар Павла Седько. Нашел правый угол Дмитрия Гущенко, его бросок. Попытка перехватить этот мяч не увенчалась успехом. 2-0 Бреща не ведут. Фамие. И что же Фамие? И что же? И что же? Да, жаден Фамие. Жаден, жаден, жаден. Однозначно. Здесь мы можем констатировать желание, в общем-то, забить. А я о нем вам говорил. Мы с вами согласились о том, что будет здесь индивидуальная мотивировочная часть. Мотивационная часть. И вот она, вот сейчас. Но, на мой взгляд, она просто перехлестывает, захлестывает Фамие. Не дает ему реально взглянуть на ситуацию, оценить ее объективно, посмотреть, где находятся партнеры. Возможно, невозможно, а следовало просто отдать пас, отыграться в стеночку, получить обратку и поразить уже свободным ворота наших гостей. Ну, что есть, то есть. Каждая личность. Индивидуально, со своей психологией, со своей шкалой ценностей. И в данный момент желание просто поразить ворота, ну, повторюсь, захлестывает Джоэля Фамие. Вот опять идет борьба. Опять Джоэль с мячом падает. Было нарушение. Цинкевич четко фиксирует. Это нарушение правил. Третий арбитр перед началом сезона по количеству проведенных встреч в чемпионатах Республики Беларусь Сергей Цинкевич. Опытный арбитр. Поэтому, да и сейчас по нынешней игре вы видите, никаких нареканий к нему нет. Все четко, однозначно. Все на контроле. Да, ждал, ждал, когда мяч придет к нему. Торрес. И вы видели, опередили его. Сзади, ну и что же? Пока ничего. Значит, в мяч сыграл. Еще напоминаю, здесь шестой этаж верхотура. Мы можем некоторые детали упускать, конечно же. Но, особенно когда два игрока располагаются спиной перед взором, да, трудно увидеть отсюда. Был удар в мяч, в ногу. Но раз Сергей Цинкевич был рядом, оценил объективно ситуацию. Классно, вы знаете, очень красиво. В противоход пяточкой самому себе пробрасывал сейчас мяч. И кто же это был? Не вижу сейчас номер. Повернется он ко мне, и я скажу, кто это. Это, судя по всему, Бабичев. Шестой номер. Классно пробросил. Но вы видели штрафной. И хотя до ворот, вот смотрю, 16, где-то 27 метров где-то. Так идет удар. Отсюда, вы знаете, сбоку, сверху показалось, что летит в девятку. Но нет, мяч слетел просто-напросто с ноги бьющего и опустился на угол вратарской. И вот сейчас вы видите, как подошли все игроки Витебска. Не дают брещанам выйти со своей половины. А вот сейчас витебляне уже будут вбрасывать скитов. Вбрасывает. И что же? И кто же овладеет мячом? Вот Торрес, ну покажи былое! Леандро! Нет, не удалось. Не удалось Леандро уйти. И здесь он не рассчитал тоже. Ничего не было. И мяч из аута вводят футболисты в белой форме. На ровном месте. Не точно. Павел Назаренко. Что же? Но вы знаете, очень опасно. Это железные нервы должны быть. У игрока защиты. Я смотрю. Я смотрю, это был Олег Карамушка. Да. Подставь ногу. Кто-нибудь из нападающих брещан, а тогда или Фомие, или Идриса сейчас шли, и могло бы все плачевно закончиться. Следует подача. Аснет выбивает броски. Вы видели. Хорошо. Сейчас подобрал этот мяч Козлов Михаил. Скитов с мячом опять. Козлов занял его место. Видите, взаимозаменяемость. Ушел Скитов вперед, а Козлов опустился на его позицию. Вот следует опасно было. Четвертый арбитр сегодняшней встречи Сергей Стицурин показал, что добавлена одна минута. Время истекает. И, конечно же, хотят витебляне забить этот мяч. Как часто говорят в футболе, это контактный гол. Но, 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 но. Ничего пока не получается. Но показателен момент, когда, в общем-то, все пришли в штрафную, когда аут вбрасывали. Да, и не давали Брещанам вбросить этот аут. Опять футболисты Динамовцев, Динамо Брест, будут вбрасывать мяч из аута. Там на правом фланге комбинируют. Следует подача. И такая вот это уже резкая подача. Нету подбора. И что же, как классно сыграли сейчас. Сейчас Брещанин, но, свисток арбитра, останавливают контратаку Витебска. Я думаю, что самое интересное нас ждет во втором тайме. А пока 2-0, хозяева ведут. Давайте с вами передохнем. И через минут 12-15 увидимся повторно. Динамо Брест Сергею Петровичу Гаванчуку. Напоминаю, что сегодня этот матч станет для него последним в качестве главного тренера. Ну и совсем скоро мы будем честить его как, друзья, еще раз напомним всем вам, спортивный директор клуба. Динамо Брест Сергеевна. Уважаемые любители футбола, сегодня мы честим сборную команду Брестской области. Участницу молодежного гернества Республики Дородство футбола сезона 2016 года, среди девушек 2000-2002 года в тренера. Спортная команда заняла третье место. Арина Козлова, капитан команды, прошу вас, выкателем, для вручения. Игры проводились два круга весна в осени. В соревнованиях участвовало 12 команд. Команда провела 22 игры. Из них одержало 15 побед, 3 мячей, 4 поражения с радиусом мячей плюс 50. Приятно, что девочки последних игр, где решала судьба обитания, провели бойцовский характер и достигли поставленной цели. Команда выступала в таком составе. Данья Ярошук, город пресс-центр Олимпийского резерва по футболу. Данья Савельева, город пресс-центр Олимпийского резерва по футболу. Арина Ситникова, город пресс-центр Олимпийского резерва по футболу. Илалия Байнарович, дюж Бараночский район. Арина Козлова, дюж Бараночский район, капитан команды. Екатерина Саватко, дюж Бараночский район. Полина Кратович, Дюш, Бараночский район. Юлия Горячева, Дюш, Бараночский район. Валерия Тариточин, Дюш, Бараночский район. Карпович Мирослава, Дюш, город Гятовичи. Арина Куцик, город Брест, центр Олимпийского резерва по футболу. Виктория Седачук, Дюш, Бинский район. Ирина Горбак, Дюш, город Ивацевичи. Кристина Кричук, город Брест, центр Олимпийского резерва по футболу. Мария Игнатова, город Брест, центр Олимпийского резерва по футболу. Светлана Михальчук, город Брест, центр Олимпийского резерва по футболу. Валерия Михайлова, Тюш, город Малавита. Алена Плотнетная, Тюш, город Малавита. Ангелина Мандрик, Тюш, Барановичский район. Гария Слинко, Тюш, Барановичский район. Мария Носковец, Тюш, город Афричи. И Ксения Савимончик, Тюш, город Драгичи. Команду Катерии тренеры Нина Николаевна Жукова, Ольга Игоревна Кулак, Вадим Металович, группу Сайдин. Награждение проводят начальник управления спорта и туризма Брестского области полкова Николай Николаевич Глушене и директор Брестского областного центра Олимпийского резерва по футболу Владимир Алексеевич Кричене, председатель Брестской областной федерации футбола Евгений Степанович Тротюк, старший инвенер национальной команды футбола Брестской области Министерства спорта и туризма республики Ведовут Анатолий Васильевич Новок, на совместитель директора и основной деятельности ДСК «Брестского областного футбола» Василий Михайлович Николаевич. Дорогие друзья, пожелаем дальнейшим успехом, очень прекрасно и длинных девочек, успехов в учебе и в спорте. Ваши аплодисменты. Спортная команда Брестской области, участница в областной футболе, в футболе, в северной эпидемии 2015 года. Бронзовые медали за его команды. Еще раз Ваши аплодисменты. Спасибо. 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 Бронзовый призер молодежного первенства Республики Русь по футболу. Портная команда Брестской области. Еще раз Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...